Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Анастасия Попова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ в Казанской ратуше. Экскурсия по Елабужскому институту Казанского университета. На телеканале «Россия-24» Александр Кореевский с экспертами обсудили ситуацию с коронавирусом. Гостем пятой студии в режиме онлайн стал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, который ответил на вопросы ведущего. Вопросы касались возвращения студентов после каникул в привычный очный формат обучения. Директор отметил, что студенты Казанского федерального университета на период пандемии учились в смешанном формате, часть дистанционно, а часть очно. Иностранных студентов в университете порядка 11 тысяч из 106 стран мира. Часть из них находилась в общежитиях и училась очно. Готовы ли учителя, профессора к тому, чтобы быть в аудиториях 65+. Так получилось, что определенная часть наших преподавателей и сотрудников уже переболела. Примерно 400 человек за весь этот период связан с пандемией. Но в нашем составе работает собственная клиника на 900 койко-станционарных койко-мест. И мы развернули на базе нашей клиники временный ковид-госпиталь на 100 мест. И в основном наши сотрудники лечились в собственной же клинике. Мы также для студентов развернули обсервацию на 80 койко-мест. Со 2 февраля в университетской клинике развернута масштабная вакцинация сотрудников университета. 1500 вакцин получено и уже 300 человек провакцинировано на 8 февраля. Вакцинирование идет в плановом режиме, прививает сотрудников не только в стенок клиники, но и с выездом на место. Пандемия также ускорила переход на цифровые технологии. Казанский федеральный университет и дальше собирается работать в смешанном режиме, только соблюдая уже совершенно другие пропорции между он и офлайн с безусловным проэвалированием очного формата. И как вы видите институтское, университетское образование в новом научном веке? Нужно ли здесь какие-то коррективы вносить? И готовы ли мы ответить на эти новые вызовы? Только-только запустили с нашими студентами научно-кружковое движение. Точнее оно у нас было с самого начала, с основания нашего университета. Но я вам приведу небольшой пример. Вот если в творчестве и спорте у нас задействовано было более 20 тысяч человек, то где-то чуть больше тысячи человек только занималось в научных кружках. Мы поставили задачу, что как минимум 10-15% всех наших студентов должно быть задействовано. В этом году мы также на площадке университета открываем университетский технопарк. Нам республика выделила порядка 28 тысяч квадратных метров. Это бывший кампус, который был построен под проведением WorldSkills, чемпионата мира по профессии. Пандемия явилась неким толчком к повышению качества дистанционных образовательных ресурсов. Казанский федеральный университет готов к работе в полном смешанном режиме. Елизавета Никитина, Универньюз. Ректор Казанского университета принял участие в заседании Совета при президенте Республики Татарстан по образованию и науке. Подробнее в нашем следующем сюжете. На заседании в Казанской ратуше обсудили подготовку и проведение года науки и технологий. Рустам Миниханов отметил, что научно-инновационная сфера – важная часть экономики, без развития которой невозможно повысить конкурентоспособность страны на мировых рынках. Роль главной движущей силы в решении таких глобальных задач, как технологические модернизации, производства, повышение качества товаров и услуг до мирового уровня принадлежит в том числе и высшей школе. Решат Гафуров напомнил, что широта научных разработок университетов, их успешность оцениваются через представленность в предметных рейтингах, наукометрику и финансирование фундаментальных исследований. Сегодня Казанский федеральный университет представлен в 9 предметных рейтингах «Таймс» из 11 возможных, уступая по охвату только МГУ. При этом университет является лучшим российским вузом в предметной области образования, занимая сегодня 90-ю строчку в мире. В предметных рейтингах КЮЭС только Казанский университет позиционирует себя в 10 предметных областях. При этом КФО входит в топ-75 лучших вузов мира в номинации «Нефтегазовое дело». Также вуз является единственным в России, который вошел в 2020 году в шанхайский рейтинг в направлении «Сельскохозяйственные науки». Ректор Казанского университета отметил, что есть еще один параметр, который оценивает продуктивность науки – это наукометрика. В ее основе лежит количество публикаций признанных мировых журналов в базе данных «Скопус». Россия сейчас находится на девятом месте в мире. Татарстан показывает быстрые темпы наращивания научной результативности, которые превышают среднероссийский уровень. Так, в нашей республике за период с 2015 по 2019 годы количество публикаций в базе «Скопус» возросли на 62% и в 2019 году составили 5495. Динамика прироста публикаций «Скопус» Татарстана почти на 7% выше среднероссийских значений. Надо отметить, что подавляющая доля публикаций – это статьи ученых Казанского университета. Следующий параметр – финансовый, который тесно связан с продуктивностью и востребованностью исследований. Финансирование фундаментальных разработок в стране обычно идет в основном за счет различных грантов. Далее ректор Казанского университета затронул тему разработки и трансфера технологий в различных областях. Также он сделал акцент на том, что показатели развития университетов, расположенных в Татарстане, выходят на плато. Рост будет продолжен, если университеты будут расширяться, открывать новые актуальные направления. И, конечно же, будет увеличена производительность наших ученых. Для этого нужны ресурсы, новые идеи и, разумеется, кадры, способные понимать и создавать новые востребованные на рынке научные продукты. Помимо всего, укреплением университетов может стать развитие технопарка, к формированию которого университет приступил на площадке Казан-Экспо при поддержке руководства республики. Ректор Казанского университета предложил перейти на программный принцип работы. По его словам, было бы целесообразно на республиканском уровне сформировать программы развития наук по тем направлениям, которые находятся в зоне ответственности Татарстана. В частности, это вопросы, связанные с качеством жизни населения и устойчивым развитием экономики региона. Рустам Мениханов подчеркнул, что представителям высшей школы необходимо направить все свои усилия на развитие междисциплинарного взаимодействия и формирование весомого вклада в реальный сектор экономики. После обсуждения основных вопросов состоялась торжественная церемония награждения. Государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники 2020 года наградили и ученых Казанского университета. Обладателями государственных наград стали директор Института международных отношений Рамиль Хайруддинов, заместитель директора ИМО Рафаэль Валеев, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия ИМО Айрат Сидзиков, директор Института психологии и образования Айдар Калимуллин, директор Инженерного института Наиль Кашапов, директор Научно-клинического центра претезионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Резванов и заведующий кафедрой органической химии Химического института имени Бутлерова Игорь Антипин, Энджимини Баева, Виолетта Басова, Универньюз. В рамках профориентационной работы Елабужский институт КФУ проводит экскурсии для абитуриентов-выпускников образовательных организаций районов Республики Татарстан. Сегодня гостями вуза стали родители абитуриентов. О том, как прошла встреча, смотрите в следующем сюжете. Знакомство с Елабужским институтом началось с презентации директора института Елены Мерзон, которая познакомила родителей с историей и структурой университета, рассказала о преимуществах обучения в вузе, направлениях подготовки, ключевых изменениях, связанных с приемом в 2021 году, а также о мероприятиях и проектах, реализуемых в институте. Я подготовил список вопросов. Мне очень было важно, что оно проходит в оффлайн формате, не в онлайн, так как в онлайн формате я не всегда получаю ответы на свои вопросы, потому что время ограничено, понимаете. А здесь я сейчас получил полностью все, что хотел узнать по правилам приема в 2021 году. У нас не исключаем разные варианты, в том числе и Елабужский институт, то есть Приволжский федеральный университет. Но пока еще не определились. Далее родители посетили музей книги, научный читальный зал и студии цифрового образования. Центр китайской культуры тоже стал частью экскурсионного маршрута. По пути следования гости узнали об интересных исторических фактах, связанных с институтом. Экскурсия завершилась посещением Дома научной коллаборации именем Камиля Валиева, где реализуется более 10 программ дополнительного образования для школьников и учителей. Диана Жленкова, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. В студии была Анастасия Попова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!